Вот уже больше года прошло с того момента, как на 25-м закрыли поликлинику, и взрослые дети все это время ездили в Кировск. Чтобы не оставлять горожан, без медицинской помощи в отдаленном от города микрорайоне было принято решение открыть на Комсомольской 5 врачебную амбулаторию. Ремонт зданий сделали еще до Нового года, но до сих пор оно закрыто как для посетителей, так и для врачей. Почему узнавала Анна Базалева. Ремонт в будущем медицинском учреждении на Комсомольской 5 действительно завершен. Здесь заменили все, начиная от полов и заканчивая электрикой. И вот 1 апреля это помещение должны были передать в безвозмездное пользование больницы. Но в момент передачи были выявлены недостатки. Потекла сантехника. Мы обратились к подрядчику, который все это устранил. На сегодняшний день еще осталось поменять стекло. То есть разбили стекло. В пятницу нам его привезут, мы его заменим. В данный момент администрация готовит пакет документов о передаче данного объекта больницы. Они же в свою очередь ждут разрешения от Минздрава Мурманской области на приемку нового медучреждения. И вот, казалось бы, еще немного и врачебная амбулатория на 25-м откроется. Но не тут-то было. Далее начнется непростой процесс лицензирования. Процесс лицензирования – это очень долгий процесс. Мы максимально попытаемся это все ускорить, как он проходит. Сначала нам СЭС сделает санэпидзаключение. То есть это соответствие вентиляции, замеры воздуха, освещение. Следующий этап – это распотребнадзор. То есть готовится пакет документов на Мурманск, отправляется в Мурманск. Там это все проверяется и дается бумажка о том, что мы можем в этом помещении осуществлять медицинскую деятельность. И вот только после этого момента можно подавать документы на получение лицензии. Учитывая, что впереди лето и многие специалисты уйдут в отпуска, процесс этот действительно затянется. Но тем не менее, параллельно со всей бумажной работой будет вестись закупка новой мебели, оснащение врачебной амбулатории необходимым медицинским оборудованием. Планируется, что здесь будет работать один педиатр, два терапевта, физиотерапевтический кабинет, прививочный и процедурный. Сказать о том, когда же точно новый объект будет открыт в отдаленном микрорайоне, опасается даже главный врач больницы. С учетом практики, скажем так, и всех регламентирующих документов с максимальными сроками, это будет не раньше сентября. Естественно, мы будем стараться сделать это намного быстрее. То есть если получится раньше, сделаем это раньше. Но еще раз повторяю, мы там не можем оказывать медицинскую помощь без лицензии.